Как я вообще пришел на Донбасс? То, что с Курска, да, а вот как меня судьба сегодня забросила на Донбасс, почему я остался, выбрал Донбасс и сегодня живу там? Наверное, не все знают. И обычно эти знания заканчиваются потому и того, что это друг главы, это вот как бы... На самом деле и я, и Денис Вадимирович, вот Виктора Алексеевича, мы его видео смотрели 12 лет назад. И мы тогда, молодые ребята, нам и по 30 лет не было, а мы уже были с обостренным чувством справедливости, вот хотели изменить жизнь людей в своих городах в лучшую сторону. Но потихонечку вот через участие и в политический процесс мы поняли, что нельзя изменить жизнь людей в отдельно взятом городе в лучшую сторону, если в целом страна не обладает государством субъективным, если ее обирает банановую республику. И мы начали погружаться в политические процессы, в геополитику. И вот на видео Виктора Алексеевича и других экспертов, на тот момент казавшихся маргинальными, мы сформировали определенное сито для того, чтобы пропускать вот этот поток информации, отсеивать шелуху, отсеивать мусор, чтобы оставались вот зерна истины. Это очень тяжелый труд, мы потеряли очень много времени, но самое главное, мы потеряли часть жизни, что вот очень дорогоценно вот это время. И хотелось бы, чтобы вот те лидеры, которые сегодня идут за нами, чтобы вам было проще. Вот мы даем сегодня, хочется вам дать вот эти зерна истины, чтобы вы сформировали свое сито, через которое вы будете пропускать информацию и оставлять только нужную, ценную информацию, которую будет давать вам в целом мира понимание. Для того, чтобы действительно реализовываться в общественно-политическом направлении и действительно приносить пользу людям и менять мир в лучшую сторону. Ну а сейчас хотелось бы предоставить слово Виктору Алексеевичу Ефимову. Спасибо. Спасибо вам слово. Дорогие друзья, для меня большая честь вот перед вами выступить. И я с особым трепетом отношусь к вашему региону. Не в первый раз у вас выступаю, на первом канале у вас выступал как-то. И всегда это для меня особая такая ситуация в жизни. Тему я сегодня выбрал не случайную для встречи с вами. Она вот, видите, как звучит, основа цивилизационного управления – царская информация. Я считаю, что именно вам такую информацию нужно давать, чтобы вы понимали, что то дело, которое вы вершите сегодня, оно касается не просто Украины, и не просто Донбасса, и не просто даже России. А оно касается, в общем-то, если угодно, цивилизационной общности, земной шар. Потому что сейчас решается глобальная проблема переустройства земного шара. Прямо скажем, что это именно так. И дело в том, что вот либерально-буржуазная система, вообще говоря, была приговорена еще на этапе XIX века, когда издавался манифест, вы знаете, вдруг в Лондоне, и сразу на пяти языках, но не получилось. Вот сейчас дело идет к завершению. И то, что происходит сегодня, речь идет о кончине западной цивилизации в ее нынешнем виде. Но Европу уже можно считать, как бы, так сказать, вопрос решенный на очереди Соединенные Штаты. И далеко не случайно там лидер, который просто гораздо более смехотворно выглядит, чем даже наше престарелое политбюро, как вы помните. Почему я счел возможным взять на себя такую ответственность, выступить, но действительно перед ядром, перед активом Донецкой Народной Республики. У меня есть кое-какой опыт, немножко о себе скажу, почему я взял на себя такое право. Так вот жизнь сложилась, что я прошел практически все сферы жизнедеятельности общества. Мы вот только что по дороге говорили, вспоминали там мои военные годы. Я физик по первому образованию, закончил Ленинградский университет как физик и был двухгодичником. Служил на границе с Норвегией, ракетчик, лейтенантом служил, 15 человек, 15 национальностей был взвод. Потом, значит, работал в Институте метрологии, там защитил диссертацию как кандидат технических наук. Это наука об измерениях. Потом работал, значит, на таких административных руководящих должностях. Был первым секретарем Ленинского райкома партии Ленинграда. Это центральный район, где три вокзала, три вуза и так далее. Потом работал секретарем Ленинградского горкома партии. И тогда имел серьезные такие трения с Горбачевым. Категорически был не согласен с тем курсом, который он проводил. И, значит, закончилось это тем, что нервов, что называется, все-таки не хватило. И я взял самотвод на областной партийной конференции с должности секретаря обкома и сказал, что я не готов работать в режиме напускания тумана на тот процесс, который реально происходит в нашем обществе. Потом работал в финансовых структурах, председателем правления банка, значит, работал в промышленных структурах. И последние 10 лет ректором Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Поэтому вот как-то так получилось, что все сферы жизни общества мне известны. И в 2001-2002 годах я читал лекции для Федеральной службы безопасности ФСБ. Они до сих пор там в интернете как-то оказались выложенными. До 20 миллионов просмотров, так что вот истоки можно даже там посмотреть. И тема, которую я выбрал, почему, понимаете, я хочу именно вам рассказать, что вот эти вопросы, вопросы цивилизационного управления, они, в общем-то, достаточно просты. Там ничего мудреного нет. Они недоступны лишь по нравственности. То есть вот если нравственность позволяет, все понятно. А если нравственность не та, то человек сразу, нет, нет, мне это не надо. В душе он себе говорит, и ему как бы ничего не понятно. Вот. И я попрошу включить следующий слайд. Почему эту тему я вам сегодня предлагаю? Потому что недавно подписан нашим президентом указ о концепции внешней политики. И там прямо сказано о том, что Россия – это самобытное государство, цивилизация. Это то, что мы как бы пробивали в 2001 году. Что есть три цивилизации. Западная, ну так, укрупненная. Западная цивилизация. На земле тут тебя в хвост и в гриву, но на небесах там будет все хорошо. Восточная. На земле все плохо. Тярь под елку и медитируй, и тебе будет хорошо. И русская цивилизация. Три цивилизации по-крупному. В чем особенность русской цивилизации? В том, что мы всегда верили, что на земле можно жить по-человечески и по-божески. И мы всегда стремились эту жизнь изменить. В отличие от западной цивилизации, это восточной. Восточная, сядь под елку, и тебе будет хорошо. Так вот, впервые, значит, государство, цивилизация и культурно-циивилизационная общность, русский мир. А если есть цивилизация, то где у нас вообще теория цивилизационного управления? Кто-то когда-то об этом говорит? Да нет, никто никогда об этом не говорил. И мне очень хотелось бы, чтобы люди именно вашего круга это понимали. Потому что будущее цивилизационное, оно куется у вас. Не в каких-то там институтах, не в Москве и не в Питере, а вот здесь. Вот здесь как бы наступил, как говорят, момент истины. И все эти красивые слова, они превратились, в общем-то, в реалии жизни. И я вот действительно преклоняюсь перед вами, перед людьми, которые мужественно стояли все эти годы и не спасали перед трудностями. И сегодня я вот какой вопрос не сталкиваюсь, вот сказал уже Алексей Валентинович, точно так же мы недавно приезжали с проектом киноуроки в школах России. Донбасс тут же вышел на первое место по всем показателям, когда коснулось дела любого конкретного вопроса. Вот я попрошу включить следующий слайд и хочу сказать, что сегодня в науке об управлении нет элементарной логики решения управленческих задач. И тем более задач цивилизационного управления. Вот я хочу, чтобы вы сегодня поняли буквально азмучные истины. Истины, которые мы сегодня по разным каналам преподаем на уровне общественной инициативы для детей. У нас дети 10-15 лет, вот те вопросы, о которых я буду рассказывать, могут двухчасовую лекцию прочитать. И это все очень просто, потому что у нас генетика такая, и у детей, пока их не запутрили мозги всякими теориями, там, так сказать, от экономикса и так далее, они все это моментально, у них от Бога это, они все это понимают сходу. Как устроено управление? На первом плане всегда стоит нравственность. Вот нам говорят, вот я с Глазевым встречался, говорю, Сергей Юрьевич, ну как экономика, экономика, в экономике вы ничего не измените, пока нравственность не измените. Разве экономика это, вот в одной нравственности, там, так сказать, в коронической, допустим, предоставление денег под процент, это самое страшное зло, нет греха более страшного, чем дать деньги под процент. 100 рублей дал, 101 назад взял, это значит украл. А, значит, в других вариантах это считается нормально, бизнес, не работая, получил деньги. Так разве это экономика? Это нравственность. И пока вы нравственность не перемените, бесполезно. А мы начинаем вот с хвоста, видите, у меня в конце экономические законы. А как до экономических законов можно найти? Вначале нравственность изменить, цели и смыслы понять. Потом, значит, концепцию достижения этих целей. Потом, когда концепция у вас есть, возникает концептуально определенная культура. Культура не бывает просто так. Культура всегда концептуально определенна. Вот в одной концепции одна культура, мы видим сегодня западную цивилизацию, да, и видим ее культуру. И русскую цивилизацию другая концепция, другая культура. Из культуры вытекает правовая культура, из правовой культуры законодательная база, и только потом экономические законы. Поэтому, если вы хотите что-то изменить в экономике, так начать-то надо вот оттуда, сверху. Пожалуйста, следующий слайд. И, конечно, я тоже, так сказать, иногда, может быть, вот как-то вторгаюсь в эти вопросы чрезвычайно активно, начиная вот с моих лекций ФСБ, где я очень остро и пронзительно там эти вопросы ставил. Но я, с другой стороны, понимаю, и вы должны это понимать, что, вообще говоря, устойчивое развитие общества обеспечивается с помощью двух тенденций. Во-первых, устойчивость нужна. Если устойчивости нет, то будет как у нас в перестройку. Все-все начали менять, и что получили в результате. Поэтому устойчивость важна. Но если будет только устойчивость, а не будет изменчивости, то эта устойчивость доведет до того, что опять будет кирдык, и от государства ничего не останется. Поэтому вот этот баланс нужен. Устойчивость и изменчивость. За устойчивость всегда отвечает государство. И я, собственно, пострадал серьезно, в заключении был не так давно, под следствием в тюрьме находился около года. Ну да, вот, наверное, государству я ни на кого не в обиде, потому что государство устойчивость обеспечивает. А вот изменчивость – это только общественная инициатива. Это мы с вами. Изменчивость государства априори – это не его функция. Изменчивость, она идет от народа. Поэтому, когда мы с вами сегодня встречаемся, то я как раз к тому, чтобы мы понимали вот этот баланс. Нам ни в коем случае нельзя подрывать авторитет, силу и мощь государства. Но в то же время надо подсказывать, что нужны перемены. И перемены те, которые необходимы. Без этого мы не получим ничего. Поэтому вот этот баланс – это, пожалуй, самое главное. И вот когда мы говорим об изменчивости, то, понимаете, здесь вот иногда, видимо, у меня не хватает чувства меры. Вот я вам скажу, мы сегодня в сфере цивилизационного развития, в сфере социологии, политологии переживаем период такой глобальной трансформации, который по своей значимости сравним, к примеру, в механике, когда переходили от теории геоцентричной системы, когда земной шар, не земной шар, а земная твердь там стоит на слонах, на китах, значит, там звездочки, боженька зажигает лампочки. А Коперник говорил, нет, она крутится, она не стоит на месте. Ну, вы представьте себе государственность той поры. Что они делали? Да они категорически запрещали это. А почему? Да потому что были ученые, одни доказывали, что стоит на китах, вторые, что на слонах, а третьи, что на черепахе. Они защитили диссертации, они отстаивали это все, и вдруг выходит кто-то и говорит, что а вообще это все по-другому. И что с такими людьми происходит? А вот три категории таких людей. И вот я иногда тут в этом смысле, я ни на кого не в обиде, я, видимо, немножко перебирал. А три категории каких? Вот кто внедрял теорию, что Земля вращается, и что она круглая, и так далее, и так далее. Три человека базовых. Коперник. У Коперника были связи наверху, и он так лавировал, вроде его никто и сильно не преследовал, но он свою теорию продвигал. Но когда Коперника оправдали, вы знаете, вот в 2010 году, когда папой римский стал земляк Коперника, поляк, да, впервые в 2010 году церковь признала, значит, незаконность обвинения Коперника. В 2010 году. Поэтому, когда вот мои соратники говорят, что ну вот как же на нас так, ребята, я говорю, ну а что вы хотите? Вот нас же не сжигают на кострах. Или вспомните, значит, этого Гёте, там у него, значит, он говорит о том, что кто те немногие, что век свой познавали, ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, отчаянно толпе навстречу шли, их распинали, били, жгли. Я говорю, нас-то не жгут, а что вы хотите? Нормально, всё, значит. Вот. Это вот Коперник. Второй человек кто был? Второй человек был, значит, вы помните прекрасно, кого сожгли на костре, да? Вот. Джордана Бруно, он шёл на пролом. Вот где-то я там между Коперником и Джордана Бруно оказался. Джордана Бруно на пролом шёл, и что? Как закончил? На костре. А третий тип, которых сейчас тоже очень много, это, значит, Галилео Галилей. Вот. Галилео Галилей, когда его прижали, он там написал отказную, я признаю свои ошибки, я был неправ, я всё и залгал, там то-то-то-то, и тоже его простили. Но были ещё такие люди, говорят, знаете, слышали, может, такую прибаутку, сосед по даче Галилея был Галилеей не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Вот. Поэтому вот таких людей, пожалуй, большинство. А вот я, конечно, должен признать, что заботы о семье, ну, у меня не достаёт. И, конечно, жена пострадала, там, и дети, и все. Но вот как-то, а как? А как ещё можно изменить мир, если ты вот... Но здесь вы должны понимать, что патриотизм – это никогда, значит, на амбразуру ложишься. Патриотизм три компоненты содержит. Первое – идея, которую ты понимаешь. Второе – технология продвижения к этой цели. И только третье – это самоотдача и готовность к самопожертвованию. Вот три компоненты. У нас, к сожалению, вот самопожертвование – это многие готовы, а первого и второго не достаёт. Вот. И поэтому тут вот с патриотизмом у нас так не всегда всё хорошо. И по большому счёту, если смотреть, то реальных патриотов найти сегодня, к сожалению, не удаётся. Потому что глубины не хватает. Всё это очень поверхностно. И да, так красиво звучит. Вот я жертвую собой. Но это никому не нужно. Мне нужны реальные понимания. Пожалуйста, следующий слайд. Суть господствующей ныне концепции глобализации, чтобы вы понимали. Мы, наша команда, была организована в конце 80-х годов. Она называется «Внутренний предиктор Соборной социально-справедливой России». ВП СССР. Да? И, значит, у нас написано порядка 70 монографий, порядка 300-400 статей аналитических, очень крупных. Ну и, кстати, Алексей Валентинович заказал. Привезли мы полумашины там литературы из концептуально значимой литературы. Так вот, мы проанализировали последние 4 тысячи лет историю человечества. И я вам однозначно отвечаю, что суть этих последних 4 лет – это чистое рабовладение. То есть, рабовладение как было, так и осталось. И ничего не менялось. Форма рабовладения менялась. Первобытный строй. Да, тогда никого невозможно было заставить быть рабом. Ну, как бы, еле хватало на всех. Потом рабовладельщики. Рабы есть, но их надо, значит, кормить, поить и заставлять работать. На цепочки водить – это тяжеловато. Крепостное право. Рабы себя кормят сами, но все-таки их надо заставлять работать. Дикий капитализм. Рабы сами приходят в рабство, сами себя кормят и, в общем-то, сами себя и работать заставляют. Ну, и свободная демократия, как нынче говорят, это более того, что они считают себя еще и свободными. А Гёте в свое время говорил, что нет рабства безнадежнее того, когда раб считает себя свободным человеком. Вот надо в это, вроде как, свободное. А фактически это рабовладение. Почему рабовладение? Потому что суть вот этой концепции, западной, которая действует и поныне – не дать человеку состояться в качестве человека разумного. Вот единственная задача, которая решается. Если вы посмотрите высказывания нынешних современных теоретиков, они что говорят? Да вы что, людям дать информацию? Ну, так а что ж мы тогда? Как мы управлять-то будем? Потому что все управление построено на разрыве в мере понимания, наверху и внизу. Важно, чтобы внизу никто ничего не понимал. Тогда можно управлять. Но поскольку верхи проваливаются, то им надо низы опустить еще ниже, чтобы опять разрыв был. Вот и происходит этот абсурд, который мы с вами наблюдаем. Пожалуйста, следующий слайд. И, к счастью, вот эта ситуация, по нашему глубокому убеждению, дальше невозможна. Это Пушкина я отношу к пророкам русской цивилизации. У меня в моей книге есть большой раздел, он называется «Пушкин как пророк русской цивилизации». В соответствии с Пушкиным наступает период такой, который называется «Закон времени». За всю историю существования человечества, в ее нынешнем, не в предыдущих цивилизациях, а в нынешней, однажды только наступает момент, когда скорость обновления технологий сравнивается со скоростью обновления поколений. Поколения меняются через 25 лет. В среднем от рождения мамы до рождения ребенка 25 лет. И так поколения меняются. А вот технологии, каменный топор тысячелетия, потом там столетия, паровой двигатель уже там десятки лет и так далее. И впервые в прошлом веке технологии стали обновляться один раз в 25 лет. И вот за время жизни одного поколения технологии изменились полностью. Это называется «Закон времени» или «Период смены логики социального поведения». Дальше невозможно царству и лежа на боку, как говорится. Когда люди считают, раньше как? Получил знания в начале жизни, и тебе хватало их на всю жизнь, ничего не менялось. А сейчас что? А сейчас нет. Ты что-то узнал? Масонские посвящения, такие посвящения получил. А через 5-10 лет уже ничего этого нет. Вот вы на примере своей жизни, я вам скажу, мне уже за 75, да? Так вот, я когда начинал свою жизнь, да, когда ребенком был, я делал уроки под керосиновую лампу, а соседка девочка лучину жгла, лучина оставлялась в эту державку, лучину зажигала, я на Псковщине вырос. Вот. И делала. Я помню прекрасно, как впервые провели нам радио. И я все время у бабушки спрашивал, как же там вот эта тарелка будет говорить, где же там дядя сядет. Вот. Потом где-то в четвертом классе впервые увидел телевизор. И тысячелетиями люди так жили, и неплохо жили, в общем-то. У меня, у моего деда было семеро детей, там, и все вот такие двухметровые, как бы. Ну, вот это я там потом немножко подкачал. Вот. Поэтому сегодня вот это то, что Пушкин сказал, он о чем говорит? Он говорит вот об этом самом законе времени, что смена, когда только произойдет выравнивание частот, дальше вот эта система посвящения работать не будет. И он, говоря об этой системе глобального управления, какая она мощная, он говорит, он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна. Но против времени закона его наука не сильна. Помните в Руслане и Людмиле, вот Карл с длинной бородой, у Пушкина все аллегорично. Это и есть то глобальное управление, система глобального управления человечеством. А сила у него в бороде. А борода – это символ расставщичества. И вот Руслан берет за бороду и обрубает. Почитайте шестую главу Руслана и Людмилы. Вы прочитаете все про Киев, и как бороду там обрубали, и все остальное. Все, что Пушкин говорил, вот почитайте. Вы будете поражены. Как киевляне стоят и что происходит там в Киеве. Пожалуйста, следующий слайд. И вот я как пример, Арнольд Академик говорил, что американские коллеги ему давно объясняли, что низкий уровень общей культуры – это сознательная защита доходов хозяев жизни. Они умышленно не дают эти знания. Пожалуйста, следующий слайд. И дело в том, что человек – это существо настолько уникальное, что если ему дать возможность развиваться… А вот Иван Антонович Ефремов в часе БК, он ведь что говорит? У него там есть кольцо разума, и говорит, мы не имеем права вмешиваться в жизнь планет. И только один случай, когда мы можем вмешаться – это когда на планете блокируются возможности развития человека. Так вот, я вам привожу здесь примеры на уровне животного мира. Но человек – это же высшее существо. Мы с вами обладаем такими уникальными способностями, потому что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Вместо того, чтобы развивать себя, мы развиваем эти самые присадки технологические. Можно зрение натренировать микроскопически, а можно микроскопы изобретать, можно ракеты изобретать или летать, как сейчас, летать на бочках с керосином, а можно научиться, спокойно оставив тело, попутешествовать, где ты хочешь. Я вам просто примеры. То, что происходит в природе, на уровне животного мира. Матка слепых муравьев Атта может телепортироваться из одной бетонной камеры в другую. Метки ставили радиоактивные, такое происходит. Ящерица Василиск перемещается по воде, по принципу судна на воздушной подушке. Осы там, ну, представляете, просверливает на глубину 7 сантиметров дерево, учуяв там личинку, и, значит, в нее втыкает, сажает свое яйцо, да. Значит, ну, в общем, я тут просто привожу даже паук. Это же уникальный комплекс. Там и химическое производство, и ткацкий станок, и обслуживающий сыр. До 300 трубочек у паука. Из каждой выходит разная жидкость. Прежде чем запустить проект, он… Ну, вы понимаете, если пауки, жуки и муравьи этим владеют… Неужели мы от Бога этим не наделены? Я в это не верю. Но это заблокировано, и мы с вами вовсе не те существа, как воспринимаем это сегодня. Пожалуйста, следующий слайд. Вот это Кожинский в свое время писал. Ну, это же давно исследовано, что человек вот один на подводной лодке где-то сидит за тысячу верст, второй на берегу, и они друг другу передают телепатемы, да. То есть он некий образ запоминает, передает, и тот получает это. Как это? Да, через эфир. А эфир что? А эфир запрещен наукой. В 1905 году где-то, вот, 120 ведущих ученых считали, что эфир – это основа мироздания. Вдруг Эйнштейн говорит, эфир запретом, и все. А почему? А потому что так наука у нас устроена. Опять же, Пушкин. Вот по любому поводу вы мне что-то спросите, я вам скажу, а что по этому поводу сказал Пушкин. Вот Пушкин по поводу науки сказал следующее. То есть науку я никак не принижаю на то, что может делать. Но в целом методология научного познания, она заточена на деньгах. То есть вот кто платит, такие результаты он и получает. Заказали вам что-то, да, вот кто заказал, он сказал, что надо в конце получить. Это вредность какого-то продукта или полезность, или что угодно. А Пушкин как об этом пишет? Слушайтесь в его строчке. У него ни одной строчки нет просто так написанной. У лукоморья дуб зеленый, древо познания, древо жизни. Но золотая цепь на дубе том, золото, евро, доллары. И днем и ночью кот ученый, все ходит где? По древу? Нет. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево, как известно, врет. Вот взгляд Пушкина на эти дела. Пожалуйста, следующий слайд. Вот Циолковский, ну вы представляете, Циолковский был устремлен вообще в космос. Это его жизнь. Но он говорит о том, что великие... То есть он говорит о том, что внутри человека открытий гораздо больше, чем в космосе. Вот если бы мы занялись изучением себя, вот мы детей обучаем тому, сему, физике, химии, астрономии. А вот что здесь под ребрышком-то, сыночек, у тебя? Вот знает ли у нас кто-то? А знает ли он, что вот здесь, если вы будете вот здесь массировать желчевыводящие пути, то у вас никогда не будет проблем с пищеварением, желчевыводящим. Все это надо вот здесь знать, где это, где то. А кто у нас? У нас чайник вы покупаете, что там главный, какой документ? Инструкция по эксплуатации для чайника. А для человека? Вы где-то читали инструкцию по эксплуатации? Сколько заливать? Чего заливать? А чего не заливать? Вот в чем наша проблема. Мы занимаемся чем угодно, но не самим человеком. И вот именно, я считаю, 21 век и будущее человечества только в том, если мы начнем заниматься человеком, а не технологиями. Потому что мы уже, бог знает, что наизобретали, и что результат. А результат – человечество стоит на грани исчезновения. А надо было бы заняться самим человеком. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Кто-то у нас там застрял. Ребята, кто у нас там переключает слайды? Заслушался. Итак, что такое человек? Вот вы знаете работу Энгельса антидюринг. Но я вам скажу, что прав-то был все-таки Дюринг, а не Энгельс. Потому что Дюринг что утверждал? Что человеческие потребности имеют какие-то известные границы. И тот, кто переступает эти противоестественные границы, вступает в извращенность, за этим следует отвращение, пресыщенность, дряхлость, социальная искалеченность и спасительная гибель. От Бога нам даруется любовь, она как бы априори даруется человеку, если потом не замыливается. Чувство развлечения, добро, зло, чувство меры, совесть. Совесть, она даруется от Бога. И в других языках, кстати, нет такого слова. Вот я только что три дня назад беседовал с ребятами, они переводят все мои ролики на английский язык, и ролики нашей самой концепции. И вот они говорят, Виктор Васильевич, мы не можем перевести, потому что нет таких слов. Когда вы на английский будете переводить, вы получите слово «знание» примерно. Они не понимают, что такое совесть. В Китае нет такого слова, ни у кого нет такого слова, как совесть. А совесть – это то, что только в русском языке, через художественную литературу. И вот он засыпает, не мог уснуть, потому что вот это чувство не давало его спать. То самое чувство, которое просыпается в тишине только ночью, а днем, когда шумно, его не слышно. Вот, поэтому основа – это чувство меры. И человек, который утрачивает чувство меры, он потом хлебает проблемы жизненные самые разные. Пожалуйста, следующий слайд. И вот я вам скажу, я недавно запускал этот курс такой учебный, и впервые сам даже вышел на это. Я понял, что здоровый образ жизни – это просто управленческая технология. Это настолько глубоко оказалось. Вы понимаете, в чем дело? Вот есть потребности деграционно-паразитические. Чем больше вы их удовлетворяете, тем хуже вам и тем хуже обществу. И есть потребности демографически обусловленные, которые способствуют развитию человека и общества. Так вот, потребности деграционно-паразитические, они вообще непрогнозируемы. Чего взбрендят там, так сказать, через год, никто не знает. Вот извращенцам, посмотрите, что на Западе творится и что там происходит. Как кто мог предсказать вот то, что там происходит. А демографически обусловленные, а они точно рассчитываемы. Поэтому посмотрите, сейчас много говорят о том, что нужны межотрасливые балансы и прочее, но их невозможно выстроить при счетно-финансовой экономике, как у нас там, деньги и все. Экономика должна быть организационно-технологическая. Помните, как у Сталина? Килограммы, метры и прочее, прочее. Все в номенклатуре, что людям нужно, а не рубли. Какие рубли? Рубли же мы не одеваем их на себя и не съедаем ничего. Как в рублях можно считать? Зачем это человеку? Да, для бабок, для либерально-буржуазной системы, для разбогатеть – это деньги. А людям-то деньги не нужны. Людям нужны вот эти потребности. Но они точно абсолютно рассчитаны. Итак, вот технология управления. Вначале демографический прогноз. Он рассчитывается на 20 лет. Можно рассчитать вперед. Потом из демографического прогноза следуют потребности по N-отраслям. Вот у вас N-отраслей, и вы, значит, сколько мяса, сколько молока, сколько того, и так расписываете. N-отраслей. Это всего там несколько сотен. В свое время эти балансы выстраивались, когда на рифмометрах работали и на счетах. А сейчас такая техника. Это элементарно считается. Значит, вы получили потребности по N-отраслям на такой же прогноз. Дальше вы можете выстроить межотраслевой баланс. Теперь у вас уже молоко выпускает эта отрасль, гайки – это, болты – это, да. И, значит, вы выстраиваете межотраслевые балансы, чтобы каждая отрасль обеспечивала все необходимые. Это уравнение межотраслевого баланса очень просто, я вас уверяю. Математика, но она не такая простая. Пишется строчка такая идет в матрице. Отрасль номер один. Она должна выпускать столько, сколько ей самой нужно, сколько для второй отрасли, сколько для третьей, сколько для N. И сколько для народа. Вот и все. И так по каждой отрасли. Получается баланс. И вектор цели вы получаете уже экономики. И дальше у вас вот эта цель-то вам какая? А удовлетворить эти потребности – это движущаяся цель в нмерном пространстве. И вам надо навести вашу производственно-потребительскую систему на эту цель. А как навести? С помощью инвестиций. Это задачка, которая математически решается для трехмерного пространства. Вот когда ракета запускается на поражение движущейся цели, то же самое, только здесь мерное пространство. И все элементарно. Все есть математика. И все. Нет просто желания подойти к этому вопросу. Ну, действительно, творчески. Здесь все просто. Пожалуйста, следующий слайд. И сегодня, если смотреть на происходящее, вот мы с вами жили до крушения нынешнего, которое происходит, этой толпы элитарной пирамиды. Вот долларовая пирамида. Вот Китай сейчас предлагает социальный рейтинг. Ну, Китай не надо там, так сказать, у них специфика восприятия мира через иероглифику. Вы понимаете, вот вы не поверите, но китайцы, японцы, они совершенно иначе воспринимают мир. Я как-то в Японии беседую с девушкой нашей, переводчицей. Я говорю, вы мне вот, я понимаю, говорю, это все. Потому что они же воспринимают мир, мы через слова. Вот я слова говорю, а у каждого из вас эти слова переводятся в свои образы. И у каждого разные образы. И если завтра спросить, один расскажет одно, второе, другое, третье, третье. А у китайцев так, у них слов нет, у них иероглифы. И они сразу воспринимают эти иероглифы как образы и составляют картину мира через образы. И у них единомыслие, они все мыслят одинаково. Они могут копировать, но не могут изобретать, как мы. Потому что у нас одни и те же слова, разномыслие, и появляется, в общем-то, такая серьезная перспектива. Поэтому китайский рейтинг – это их специфика. Так вот, девушка это мне говорит. Ну, понимаете, вот я вам расскажу из своей практики. Я подхожу к японцу и на чистейшем японском языке говорю ему, скажите, как пройти там на такую-то улицу. Он смотрит на меня ясными глазами и говорит, извините, я не говорю по-английски. Я ему опять на чистом японском. Скажите мне, я вам на японском говорю. Я же вам сказал, что я не говорю по-английски. И только его за грудки потрясешь. Почему? У него картинки и образы первичные. Он видит европейское лицо, у него все. Значит, 99,9 европейцев по-японски не говорят. Он увидел это лицо и дает ответ на образ, а не на слова. У него слова, уже он их не слышит. Вот как, понимаете, в чем разница между нами и тем, кто иероглификой. Ну, вот сейчас метавселенная Цукерберга. Вот они говорят, там будет это самое, теперь все хорошо, там полная свобода. Но это управление людьми через факторы среды. А мы говорим, что нужна архитектура, экосистема созидания, когда каждый народ развивается как отдельная ветвь единого древа жизни, о котором Пушкин говорил, лукоморье, дуб зеленый. И ветви этого дерева – это и есть народы, которые каждый живет так, как считает необходимым. И тот народ, который развивается неправильно, не сообразуясь с объективными закономерностями бытия, он рано или поздно погибает. Ну, как сейчас Запад, да? Ведь есть объективные закономерности бытия. Их надо учитывать. Если не учитываешь, погибнешь. Ну, человек создан как? Как однополое существо. Есть мальчики, есть девочки, он однополый по определению. И есть какие-то, конечно, болезненные отклонения. А пиявка, к примеру, дуполое существо. Пиявка появляется когда? У нее только мужская развивается часть, а потом женская. И пиявка в разных ситуациях может быть и мужчиной, и женщиной. Так они воспринимают себя как пиявку. То есть, говорят, ну, не знаем, то ли мальчик, то ли девочка, вот давайте пусть она сама решит. Ну, так это же просто непонимание объективных закономерностей. Вот и все. Пожалуйста, следующий слайд. И вот самый главный вопрос, который я вам хочу рассказать, который вы поймете. И это вопрос, который не понимает ни один из профессоров, ни один из профессиональных управленцев. Это полная функция управления. Вот мне очень хотелось бы, чтобы Донбасс это понимал, что такое полная функция управления. Потому что суверенитет может быть реализован только по полной функции. Полная функция содержит семь этапов. Вне зависимости от того, чем вы управляете. Собой или покупкой картошки на рынке, или запуском ракет, или государством, или цивилизацией. И все равно, семь этапов. Это вот пришло как откровение где-то в конце 80-х годов. Это, я считаю, гениальнейшее открытие. Это все, кто понимает немножко управления, как вы вышли на это дело. У нас был такой в составе команды слепой академик Зубов Владимир Иванович. В 2000 году он умер. Он в 14 лет ослеп, а тем не менее, имея мощную силу воли, закончил матмех. Защитил кандидатскую, защитил докторскую. Стал академиком Академии наук в Советском Союзе. Вы понимаете, это было... И вот пришло вот это откровение, что, оказывается, управление – это семь этапов. Первый – выявление фактора среды. То есть управление начинается тогда, когда что-то вас раздражает. Если ничего не раздражает, то и управлять не надо. Все, значит, идет нормально, самоуправляется. Поэтому управление... А когда вы будете говорить с каким-то специалистом, он вам скажет, что, значит, это вот, я смотрю, вы конспектируете многие, но мы ввели... У нас новая культура уже разработана. Если вы в интернете наберете любой вопрос наш, закон времени, полная функция управления, вам куча информации там и в таблицах, и в слайдах, и в текстах, как угодно. Ну вот, поэтому... Или наберите любой термин и добавьте концепцию общественного безопасности, ну, три буквы – КОБ. И у вас сразу выйдет, что принято наукой и что принято в нашей системе знаний. Это сейчас уже разработано. Так вот, первый этап – выявление фактора среды. Второй – формирование навыка распознавания этого фактора на будущее. Третий этап – формирование вектора целей в отношении этого фактора. Как его нейтрализовать? Потом четвертый этап – формирование концепции достижения этой цели. И только пятый этап – формирование структуры. У нас, поговорите с любым... Вот я День ТВ смотрел недавно программу, ведущие эксперты там... И вот наш человек там, ну, который знаком с нашей информацией, рассказывает им про бесструктурное управление. Они ему говорят, да вы что говорите-то ерунду? Управление бывает только структурное. Ну, вот вы-то, чтобы вы знали, что когда у вас структура, то это же не управление, это уже менеджмент. Поздно уже управлять. Все управление идет на первых четырех этапах. Это бесструктурное управление, там никаких структур нет. А когда структура создана, это пятый этап – организация структуры, которая несет вот эту целевую функцию управления. Она под конкретную концепцию создается, а не просто так. А потом уже шестой этап – контроль и коррекция деятельности этой структуры. Это вот то, что у нас и понимается. Под управлением это скорее даже шестой этап. Потому что структуры нам создали американцы в 90-е годы, сидели там и создали структуру. А потом уже ликвидация. Вот семь этапов. И это не важно, вы управляете собой, страной или цивилизацией. Поэтому, когда Ленин говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством, он абсолютно прав был с точки зрения полной функции управления. Если вы научитесь управлять собой по этим этапам, то вы готовый управленец на уровне государства. Там ничего сложного нет. Только нужно понимать вот это. Потому что мы сегодня с Андреем ехали, я ему на примере приводил. Что такое, допустим, по полной функции с женой разбираться в семье. Вот, значит, как это по полной функции, по ДОТу все идет. Потому что некоторые изучают ДОТу. Но у нас учебник ДОТу – это базовый учебник факультета при главной математике и процессе управления ЛГУ. Как раз он при Зубове издавался. И, значит, там что? Главное вот в этой системе управления понять, что вот эти семь этапов, они неизменны. Вот смотрите, с чего начинается управление? Выявление фактора среды. Жена утром устраивает нагоняй, хотела суп варить, картошки нет. Вот ты разгильдяй, фактор среды на вас давит. Что вот вы начинаете нервничать, картошки нет. Второй этап – это что такое? Распознавание. Надо раз в неделю ящик открывать и смотреть, есть ли картошка или нет. Третий этап – формирование вектора целей. Вы, значит, говорите, надо ехать за картошкой. Надо, да. А что сейчас, иначе через час опять скандал. Четвертый этап – формирование концепции. Концепцию ставите. Ехать ли на базар или к фермеру, или в пятерку идти гнилую купить, или, ну, вот взвешивайте все. И потом, значит, только потом идете и выполняете это. Или создаете структуру. Звоните дяде Васе и говорят, дядя Вася, хочу тебя нанять, чтобы не было проколов, привози мне картошку там раз в неделю. Вот смотри, сколько надо, и привози. Это создание структуры. Так вот, точно так же, когда вы управляете государством или космическим кораблем, а не только покупкой картошки, это абсолютно то же самое. У нас решается задача, цель вот этой концепции – как долететь до Марса. А мы подумали вообще, а зачем лететь на Марс-то? У нас что нас раздражает? Что у нас яблок не хватает, и нам надо, чтобы на Марсе яблони цвели, или что? То есть мы же вот эти вопросы, первые этапы не рассматриваем, а нам надо отсюда начинать. И точно так же в любой другой сфере. Возьмите вы, к примеру, ну вот структура создана, да, вот крупное медицинское учреждение. Ну и посмотрите на главврача. Нельзя же предъявлять и обвинять людей. Нужно понять, что система управления не работает. Потому что мы структуру создали, и что у нас получается? Вот руководитель медицинского учреждения. Ему зарплату надо платить, ему оборудование надо купить, крышу протекающую надо починить, стены надо покрасить, и еще там куча задач, да? И что ему? Вы хотите сказать, что ему нужны здоровые люди? Нет. Ему нужно как можно больше больных. То есть структура создана так, что вектор цели структуры и вектор цели общества, они прямо в противоположном направлении. Врачам, чем больше больных, тем выгоднее. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема управления. Что мы не занимаемся вот оттуда. Нам надо как планировать это? А нам надо планировать от здоровых. Вот закрепили за участок, сказали, ребята, вот у вас сейчас тысяча человек больных. Если через год будет две тысячи, будьте без зарплаты. Если из тысячи больных останется 700, получите там огромные деньги. Вот как надо управлять. Но это уже другая концепция. И так у нас везде. Куда бы вы ни посмотрели, у нас вот эта проблема, что у нас нет управления по полной функции. А суверенитет может обеспечен только по полной функции. В этом и есть основная проблема. Ну, пожалуйста, следующий слайд. И когда вы анализируете вот это все, что вас беспокоит, все, что вас раздражает, то вот базовое понятие нашей концепции – это наличие шести приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами и человеком. Вот эти все шесть приоритетов, они в равной мере действуют как на общество в целом, так и на человека. Потому что, если вы меняете общество, то люди меняются. Общество изменилось, а люди не изменились. Такого не бывает. Итак, шесть приоритетов. Самый мощный и самый сильный, который определяет будущее на столетие – это методологический приоритет мировоззрения цели смысла жизни. Второй. А теперь прислушивайтесь ко мне и применительно к Украине. Вот смотрите на каждый приоритет, и вы поймете суть нашей информации. Потому что мы об этом во все колокола звонили, когда? Накануне крушения СССР. Мы говорили, давайте вот как работать по этим шести приоритетам. Потому что второй, не менее грозный приоритет – это исторический. Как только вы историю извратили, то будущее произрастает из прошлого. Какое прошлое, такое и будущее. Что на Украине было? Как они там Черное море копали и прочее, прочее. Третий приоритет – идеологический. Идеологии. Опять же, какие идеологии? Что там на Украине с их великими полководцами прошлого. Как они там это насочиняли. Четвертый приоритет – экономический, мировые деньги. Это финансовый приоритет. Но он менее грозный уже. Он подчиняется идеологическому. Деньги потекут туда, куда им скажут. Пятый приоритет – это генное оружие. Оружие геноцида. Это алкоголь, табак, наркотики. Это генное оружие. Оно гораздо более опасно, чем шестой приоритет – военное оружие. Почему? Военное оружие стреляет в конкретного человека. Но на место этого человека может прийти второй, более сильный. А вот если вы стрельнули генным оружием в кого-то, алкоголем, табаком, то у вас появляются больные дети. А у этих больных детей еще более больные внуки. И так далее. То есть подрубается генетика. Это оружие стреляет в потомков, а не только в этого человека. Этот человек выжил, а вот дети у него… Откуда вы думаете сейчас на телевидении каждый день бесконечные рекламы на больных детей? Больные дети, ну я там не считал в процентах, но думаю до 90%, это исключительно алкоголь и табак. Или у ныне живучих родителей, или у их предшественников. Ничего другого нет. Это не… Это только… Если до периода зачатия было потребление алкоголя или табака, тех детей, которые были бы, если бы это не потреблялось, не будет в принципе. Дети будут другие. Алкоголь, табак разрушает гены. Значит, до 300 ген исчезает, если человек курит. Поэтому это ничего более опасного пока еще не придумано. Генное оружие это отличается тем, что, допустим, какой-то там наркотик сильный, он там не выгоден, потому что человек три года и в ящик. А вот алкоголь, табак, до пенсии дотягивают. Мало кто переходит через этот рубеж. То есть, опять же, из человека можно выжить все. Поэтому на следующем слайде, по-моему, там у меня приводится ну, в общем, важно что? Понимать, что вот военное оружие, винтовка, автомат, пулемет, пушка, генное оружие, шампанское, пиво, вино, водка, там, героин. Это все одно и то же. Линейка одной. Для меня шампанское и героин ничем не отличаются. В нашей системе, в системе наших знаний нет человека, кто бы в течение жизни сделал хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Это не потому, что вредно. Это потому, что ты зомбируешь последующие поколения. Это раз. И второе – это безбожие. Потому что человек – это уникальное существо, Богом сотворенное. А жить по-божески – это прежде всего не причинять вреда себе. То есть, если ты причиняешь вред себе, то ты безбожник. Мы люди глубоко и искренне верящие Богу. Есть вера в Бога, а есть вера Богу. Это принципиально разные состояния души. Вот я человек, верящий Богу, как физик. Я просто знаю и многократно проверял это, потому что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Хотите понять язык Бога – присматривайтесь к случайностям, которые с вами происходят. Случайно что-то произошло – вспомните, а что вы сделали вчера, позавчера. И быстренько найдете вот это соответствие. И в зависимости от того, как вы себя ведете, у вас будут или одни случайности, или другие. Но, когда мы с вами опять обращаемся к полной функции управления, к первому этапу фактора среды, то отдельный раздел у нас типы строя психики. Но это не как у психологов, там, сангвиники, холерики, там, потому что для общества это без разницы. Для общества, как человек влияет на развитие общества в целом. И вот здесь у нас типы строя психики так, либо зависимость от инстинктов, это, ну, человек ведет себя как животное, да, второе – это слепое бездумное подражательство, значит, биороботы, так называемые, и демонизм с яцентричной психикой, что хочу, то и ворочу, бога нет, и мне все дозволено. И, наконец, человечный тип строя психики, это понимает человек, что есть бог, творец и вседержитель, или на нашем языке иерархический, наивысший, всеобъемлющий уровень управления. Потому что, если человек не считается с этим наивысшим уровнем, у него все идет, идет, идет хорошо, потом кирдык, и все опрокидывается. Почему? Потому что разошелся с божьим промыслом. Пожалуйста, следующий слайд. Это вот я вам как раз говорил, что силовой приоритет идет поочередно и генный точно так же. Поэтому для нас развлечение. Это вот у меня, допустим, сыну сейчас там 35, но представить себе, что он когда-то сделает глоток алкоголя и глоток табака, ну это просто нелепость. Ну я как бы даже, ну наверное, ничего более страшного в жизни я не могу представить, что мой сын сделает глоток пива. Я же ему ничего не запрещаю абсолютно. Он просто видит, как я живу и, соответственно, и понимает. Он просто не хочет быть манипулируемым, потому что если человек этого не понимает, значит им управляют, у него нет субъектности. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, это объективные закономерности, это основная тоже теория наша. Вот, есть общебиосферные, видовые, вот как я вам говорил про пиявок, ноосферно-религиозные, надо понимать, что Бог на все влияет, и ноосфера, и эгрегоры, социокультурные, потому что культура дает на вас, экономические управленчики. Пожалуйста, следующий слайд. И, конечно, вот управленчики и все схемы, они идут все в рамках вседержительности Божьей. То есть, есть вседержительность Божья, дальше идет уже сегмент ноосферы, а потом государственность, бизнес и власть, там, природная среда, население, вот это все надо учитывать. И если выстраиваете схему управления, то надо учитывать все эти частные процессы управления. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и, конечно, вот, если говорим, я же ведь вам хочу дать некоторые, ну, абсолютно базовые такие понятия, связанные, как мы говорим, с царской информацией, сейчас об этом скажу, но в их числе, вот в том числе, конечно, вопросы среды проживания нашей. У нас с вами 12 гектар на человека. Вот если вы возьмете площадь территории России, один, значит, уже забыл, значит, и поделите это на число жителей, то вы получите 11,6 гектара на каждого человека. Вот у нас территория, да? То есть, вот есть у меня семья 5 человек, да, трое детей, значит, где-то 60 гектаров, вот они за нашей семьей, также за каждым из вас. Так, а что же мы тогда в 20 этажей, друг на дуршке-то, живем, с какой-то, кстати, говорят, земля дорогая, а кто ее нам организовал дорогой? Американцы организовали, чтобы мы все поселились в 5 мегаполисах, а землю всю, чтобы зачистили, потому что она дорогая, там, так сказать, и так далее. Вот. Но почему-то Штаты и Канада все живут в одноэтажных домах, а Россия вся вот живет только, вот сейчас у меня рядышком в центре Питера, огромная территория освободилась, все застроили 20-этажными домами, и там между домами уже не проехать. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, вот глобальное управление человек, очень важно, чтобы вы это понимали, потому что сегодня есть три вида информации. вот такая, значит, где-то познавательно-бытовая, образовательная, она проскакивает иногда. Подавляющее большинство этой информации – это подавляющий негативный шум, да, то есть он просто давит на психику и парализует волю, потому что давно исследовано, что если у вас на шесть негативных новостей на шесть позитивных новостей уже приходит одна негативная, то парализуется воля народа. То есть нужно давать минимум семь хороших новостей, тогда можно одну дать плохую, а у нас наоборот, у нас идет только негатив, 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 он поражает волю. А нужно жить в хорошем настроении. Вот мы сегодня эмпатию там проводили, значит, игры, так вот самое главное у человека это эмоционально-смысловой строй. Вот я хочу, чтобы вы, несмотря на все невзгоды, жили в хорошем эмоционально-смысловом строе, потому что эмоции и смыслы, они в противофазе. Вот чем выше эмоции, тем ниже смыслы. То есть человек перестает соображать, когда у него эмоции. И поэтому эмоции нужно гасить, и нужно утром вставать, и сразу подходить там, у меня хорошее настроение. поначалу просто внушением заниматься. Потом час прошел, сорвались на чем-то, на жене, на мужа, значит, стоп, сразу опять надо привести себя в нормальный эмоционально-смысловой строй. Тогда у вас голова будет работать нормально. И нужно быть всегда в хорошем настроении, потому что все, что происходит, это Бог, он как бы все по воле Божьей происходит. И в мире ничего не происходит, кроме как по воле Божьей. И происходит наилучшим образом из всех возможных вариантов в соответствии с той нравственностью, которая господствует в обществе. Вот при той нравственности, которая есть, лучше нельзя. Вот просто это самый лучший вариант. И несмотря на то, что происходят какие-то беды, невзгоды, вы должны понимать, что вот вы, как человек, вам, Богом, дарована возможность в этом несовершенном, безобразном мире что-то сделать свое и чуть-чуть улучшить этот мир. Но вы это можете сделать только находясь в хорошем настроении. Поэтому нельзя поддаваться вот этим паническим настроениям, смотреть этот телевизор, который вам постоянно грузит там что-то. Вот вы живите в том пространстве, где вы находитесь, и вы увидите, что мир-то не так и плохо. Нельзя жить с сознанием мухи. Вы знаете, вот как бы, ну и люди так же. Вот мир-то один, да? Ну вы спросите у пчелы, слушай, ну и как этот вообще мир-то на земле? Ой, вы знаете, такая красота, такие ароматы, такая. А потом спрашивайте мухи, о том же самом мире. Слушай, ну а как, ну слушайте, ну это ванища такая кругом, не поймешь что. А что? Да просто рецепторы разные. Один ищет одно, а другой ищет другое. И вот нужно быть не мухой, а нужно быть пчелой. И искать все время очень много нектара, очень много интересных людей, выстраивать с добрыми, хорошими людьми отношения, а не опускаться вот в это дерьмо и как бы смотреть телевизор, хвататься, значит, за голову и думать, как же жить дальше. Да, вот такой мир. Ну а вы-то что? Что вы? Ну да, ну сделайте что-то немножко лучше, хотя бы вокруг себя. Но для этого надо иметь хорошее настроение. И вот моя-то задача дать вам как бы, так сказать, представление о субъектности личности, что мы должны быть с вами субъектами. Мы не должны быть с теми существами, которыми манипулируют все, кто как хочет. Пожалуйста, следующий слайд. Вот у меня книжка такая, она сейчас в 2023 году переиздана, Валдерс ее продает, она называется «Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы?» Вот. Я подарил Алексею книжечку, но у меня тут к вам приехать тяжело с книжками. Вот такая. Мы специально взяли все книг по два экземпляра. Мы у нас в общественном движении, да? Да, мы, кстати, перевезли четыре ящика огромных книг. Это по нашей тематике, там у вас будет библиотека, я понял. И вот, кстати, вот две книжечки моих, это вам, я прошу не забыть, да, вот одна это «Экономика инвестиционного развития». Вот это очень серьезная книга по экономике, просто заглавие даже, посмотрите, вам многое откроется. И «Пушкинский календарь», поскольку Пушкина я очень почитаю, я предисловие к этой книге написал. Поэтому вот эта книжка, она очень простым языком вот это все раскрывает, как устроено глобальное управление. Причем там главы, они читаются, как бы, можно с любой главы начать, там посмотреть, о Коране по существу, расписано все такое Коран, там, как, чего, и так далее. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Вот я только что, кстати, тоже мистика, 17-го числа, 17-го июля, запускается мой онлайн-курс. Вышла на меня команда, вот, Виктор Ильич, мы запускаем эти онлайн-школы, есть люди, которые только вот смотрят платные курсы, они не смотрят такие ролики, ну, мы чего только не запускаем такую чушь, а сами учимся на вашей информации. Давайте мы сделаем курс. я говорю, это же дорогое удовольствие, у меня нет денег, чтобы такой курс. Ну, вот мы все берем на себя, вот они там делали этот курс, я записал там 50 уроков, и вот называется, понимаете, я вот специально назвал «Школа управления собой, страной, цивилизацией». То есть я выбрал то из управления, что абсолютно не зависит от того, хотите ли вы отнести эти знания к управлению собой и покупкой картошки, или управлением космическим кораблем, или управлением страной. Те же семь этапов, те же объективные закономерности, все абсолютно то же самое. Вот, собственно, здесь презентация у вас будет, если кто-то хочет посмотреть, может быть, подробно. Пожалуйста, 17-го вот как раз я от вас уезжаю, и 17-го этот курс запускается. Поэтому главное состояться человеком. Нужно, значит, действовать локально. И я вот низко кланяюсь вам, кто делает реальную, конкретную работу на местах. Но моя задача сделать так, чтобы вы все-таки понимали глобальную политику, потому что какие-то перемены в глобальном, в глобальных вопросах могут произойти только тогда, когда у нас появится внизу сообщество людей, понимающих, о чем мы говорим. Наверху мы все равно не расскажем. Вот люди, это я никого не обвиняю, просто если они уже прошли школу, вот ту, которую Запад нам навязал, да, то их сознание уже не изменишь. А вот люди, которые первое прошли вот такую закалку, как в вашем регионе, дети, мы детям в возрасте 10-15 лет даем эту информацию, у нас, кстати, для детей Донбасса, у нас специальная программа была в прошлом году, бесплатная программа летняя для детей, и в этом году, это, значит, курс школа «Сокол», там я и Мороз Сергей Юрьевич ведем этот курс, я оставлял тоже вот, значит, оставлял Андрею Валентиновичу эту брошюру, ну, как бы, рекламку этого курса, бесплатное там уже образование, мы вытаскивали ваших детей, которые отстали от школьных программ из этих боевых действий, а мы по методике Щетинина, там можно за месяц дать практически курс года за два школьного, там, так сказать, есть такие методики, Щетинина, вы знаете, так вот, главное состояться в качестве человека, потом, видите, даже поговорки-то, да, у Владимира Ивановича дали, все мы люди, да не все человеки, фильм, помните, значит, был «Баранкин стань человеком», да, или Бернард Шоу говорил, теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам остается только одна, научиться жить на земле по-человечески, вот, к сожалению, с этим у нас хуже. Пожалуйста, следующий слайд, и вот суверенитет, о котором говорит наш президент, он абсолютно прав, он говорит, что Россия такая страна, что она либо будет независимой и суверенной, либо, скорее всего, ее вообще не будет, и, кстати, вот, если говорить о президенте нашем, то я тоже хотел, чтобы вы вот это правильно понимали, я очень глубоко понимаю президента, дело в том, что у нас бесконечное количество проблем, и многие его не понимают, и если он вдруг начнет утрачивать нашу поддержку, это абсолютно недопустимо, это губительно для нашей страны, поэтому наша опора это президент, я вам скажу, что его задача сверхнепроста, вот вы представляете, вот эта махина, которая 4 тысячи лет гнобила человека, да, там сказать, и навязывала вот то, что навязывает Запад, как с этим бороться, ну, он же разведчик, и он там, так сказать, знает разного приема, знаете, если не можешь противостоять, что надо, нужно войти в эту систему, и изнутри ее потихоньку развалить, он туда вошел, и вот, все удивлялись, а он, да, у вас яхты, у нас яхты, у вас миллиардеры, у нас милли... он стал своим, и его пустили на все трибуны только благодаря этому, иначе бы его туда не пустили никто, он и там выступил, и там, и с трибуны он, и его все там аплодировали, а сейчас посмотрите, сравните, вы найдите кого-то из мировых лидеров, кто приблизился бы к нему, там, так сказать, хоть на капельку, вы с кем, с Байденом его сравните, или, значит, с этим, с англичанином, этим предыдущим, или, значит, с Макроном, может быть, да, это, ну, как бы, анекдот, понимаете, поэтому, вот, цените позицию нашего президента, потому что он действует очень тонко, и никогда мы с вами не поймем до конца эти ходы, потому что у нас нет той информации, которая есть у него, и, ну, вот, к примеру, Триколор, да, у нас, вот, Триколор, ну, вы знаете, я не могу здесь пояснять все, но я вам могу сказать, так что, вот, в моем понимании, Власов, тот самый предатель, генерал главный, в действительности, он был душой всегда за родину, как говорится, и самый близкий человек Сталина, и он был туда заслан, потому что все равно кто-то командовал бы этой армией, да, Власовской, как она считается сейчас, но он как мог все-таки разруливал там в сторону пользу России, да, так же, как многие наши люди оставались там старостами при немцев, а потом аккуратненько коровку по партизанам, еще что-то, ну, что могли, то и делали, вот, поэтому Власов, в моем понимании, это человек, который был предан, то, что он был казнен, тоже, не верьте, все не так просто, вот, я вам скажу насчет казни, там, кто, кто и как, и кого казнил, это большая загадка, я вам скажу, в нашей команде в свое время Зазнобин, Владимир Михайлович, так у истоков стоял, всей нашей информации, так вот, я вам скажу так доверительно, что он мне подробнейшему рассказывал, как к нему подошли, и с ним была очень подробная беседа, что вот, мы заинтересованы в вашей информации, мы вам обеспечим жизнь, которую ни один король никогда не видел, у вас будет все, что вам нужно, и по работе, и по жизни, и по всему, но вы должны умереть, как бы, ну, публично, то есть, мы организуем все, вас похоронят, а потом, значит, вот, вот это, это элементарно, сейчас в наш век, вот, поэтому, я никогда не поверю, что царская семья была казнена, ну, просто это нонсенс, я знаю, как там все было, это совершенно не так, я знаю, где Гитлер жил, там, так сказать, последние годы, многое, многое другое, вот, поэтому, жизнь очень непроста, и то, что сегодня выпало на долю Путина, это тяжелейшее испытание, вот, то есть, он бросил вызов, по сути, вот, всей этой мафии глобальной, которая 4 тысячи лет правила, и, вот, помните, там, у Тютчева, там, у него много таких пронзительных стихов, по отношению, ну, как бы, творчество таких гениев, оно, как бы, может на его рассматривать, я читаю некоторые строчки Тютчева, как обращенные к нашему президенту, вот, на него, какие наезды, посмотрите, сейчас организованы, Тютчев, вот, это я рассматриваю, хоть он говорит о русском слове, я рассматриваю это по отношению к Пушкину, к Путину, ложь превратилась в булат, каким-то божьим попущением, не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением, все богохульные умы, все богомерзкие народы, со дна поднялись царство тьмы во имя мира и свободы, и в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе, не измени же ты себе, и оправдайся перед Богом. Вот, я считаю, что это строки, обращенные к нашему президенту, потому что он рискнул всем и жизнью, и чем угодно, потому что вы знаете участь всех, кто бросал вызов вот такого уровня, поэтому ему нужна наша поддержка. Пожалуйста, дальше. Следующий слайд, пожалуйста, включите. то есть, Путин ставит вопрос, какой на сегодня? Он ставит вопрос перейти от победы в войне к победе над войнами. Человечество должно жить так, чтобы войн не было вообще. Ну, вы видели, чтобы волки жрали волков, а зайцы зайцев, да, но только среди рода человеческого прогресс это совершенствование технологий, уничтожение себе подобных. Ну, это же противоречит тем самым объективным закономерностям бытия. Найдите хоть один биовид, который считает своей главной задачей уничтожать вот таких, как он. Волки-волков, зайцы-зайцев, тигры-тигров, ну, нет такого. А вот человек способен уничтожать себе подобных и считать это прогрессом. Что такое прогресс? Это военно-промышленный комплекс, все остальное вторично. И это мы называем прогрессом. А что такое прогресс? А прогресс это когда человек совершенствуется, а не и вот, пожалуйста, что об этом... Вы посмотрите, 22, по-моему, октября 2012 года было уникальное совершенно выступление Путина на Валдайском форуме. Он как раз говорил об этом. Мы до этого за две недели дали такую информацию по экосистеме созидания. И вот дословно его слова. И сейчас перехожу к основной теме, ради которой мы все и собрались. Разве менее важно другое разнообразие? Культурное, социальное, политическое, цивилизационное. Он говорит, мы же бьемся за разнообразие в природе. А почему мы не бьемся за разнообразие в человеческом обществе? Пожалуйста, следующий слайд. Экосистема созидания. Ну, я не буду здесь... В общем, я оставлю, кто там интересуется, подробно. Но речь идет о том, что нужно развивать многообразие в человеческом обществе. И тогда мы имеем будущее. И нужно развивать самого человека. Пожалуйста, следующий слайд. И образ вот этой будущей. Это вот древо познания, древо жизни. Пожалуйста, следующий слайд. и нужны вот... Ведь, понимаете, по финансам. Я завтра вечером тоже, может, будет выступление, я немножко по деньгам расскажу, потому что я доктор экономических наук и занимаюсь очень серьезно деньгами. Вы поймите, вот вам это будет понятно. Ведь деньги это система отношений. Вот что такое деньги. Из чего они появились? Были товаропроизводители разные, были товаропотребители. И как-то им друг друга не найти. Ну, помните, там цепочка нужна длинная. Вот появились деньги, как промежуточный товар. Этот товар меняешь на деньги, а потом уже деньги меняешь на тот товар. Но сейчас-то у нас информационные технологии. Сейчас можно найти друг друга безо всяких там банкиров. Поэтому у меня вот на моем канале, у меня канал YouTube Виктора Ефимова, там 167 тысяч подписчиков. Вот недавно вышла такая программа экономика без банков процентов и инфляции. То есть это абсолютно реально. Это понятно, как это сделать. Но нужно, чтобы это понимали в народе. Потому что это называется эгрегориальная поддержка. Когда будет понимание в широких массах, то невозможно будет дальше проводить вот эти теории в жизни. Вот. Поэтому и Путин как раз говорит о том, что нужны международные финансовые платформы. они должны находиться вне национальных юрисдикций, чтобы никто не мог ничего повлиять ни на что. Просто есть платформа и создаются образы каждого товара. И пожалуйста, ты туда что-то внес, а оттуда что-то получил. Вот завтра я расскажу об этом, как я сейчас недавно сделали меня экспертом, членом экспертного совета БРИКС высокого уровня. И вот мы там подходы к созданию валюты БРИКС сейчас прорабатываем, завтра я об этом расскажу. Пожалуйста, следующий слайд. И вот как раз Путин, говоря об ЭК-системе, говорит, что диктатуре можно противопоставить только свободу развития стран и народов, деградация личности, любовь к человеку-кворцу и развитие этого человека. А примитивному упрощению и запретам нужно противопоставить цветущую сложность культуры традиций у каждого народа своей. Не дай на никого учить, как мы пытались во времена Советского Союза, всех выстроить в колонну. Да пусть живут как хотят. И эти западники пусть живут как хотят. И они вымрут через одно поколение со своим пидорастинком и прочее. Это же, понимаете, они живут только за счет нашей критики. Вот мы на них наряжаем, мы их критикуем, а это мы отдаем их энергию, им отдаем свою энергию. Нам нужно говорить о позитиве, то, что мы... А у нас таких нет вообще программ на телевидении. Вот они нам сказали, вот вы отравили скрипалей, мы вместе оправдываемся. Вот вы сбили самолет, мы еще вместе оправдываемся. То есть наша вся информационная сетка, она отслеживает тот бред, который Запад вбрасывает постоянно. Это же просто умышленно делается, чтобы мы не думали о том, как нам жить, а вот опровергали бы. А Пушкин, кстати, об этом говорил в свое время. Все, что прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том, чего мы там доказываем. Вы что думаете, что мы будем говорить, 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 и наконец Запад говорит, да, вы знаете, мы послушали программы Соловьева, действительно, наверное, не русские, сбили самолет. Да не будет такого. В истории человечества такого никогда не бывало. И отношение Пушкина к Европе и к Америке изложено в его труде к тендеру. Есть у него такая работа, где он вот эти все вещи подробно раскрывает. Кстати, приоритеты, помните, шесть приоритетов, которые я вам называл. По каждому приоритету, чтобы вы понимали, мы не сами это придумали. Наша информация проистекает из структуры древнерусского жречества. То есть, эта информация всегда была, мы просто ее считали с эгрегоров древности. И вот, для примера, вам помните военный приоритет? Что, как самый слабый, он шестой по значимости, Пушкин, что о нем говорит? Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, девяся грозным торжеством, никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам. им говорит, что это никчемное дело. Когда вышли на военное оружие, значит, что-то здесь не сработало. Пятый приоритет генной оружия. Уже ли Бог нам дал одно в подлунном мире наслаждение? Нам остаются в утешении война и муза и вино? Это все, что ли, для чего человек создан? Или экономика? И был глубокий эконом, то есть, умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно доллара ему, когда простой продукт имеет? Ну, осовременил немножко, потому что сейчас функцию золота играет доллар. Или следующий, третий приоритет по значимости. Вы рыцари парнастских гор, старайтесь не смешить народа негромким шумом ваших ссор, бронитесь, только осторожно. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, и без суверенитета личности не бывает суверенитета государства. А что такое суверенитет личности? Мы с вами должны понимать, что мы должны быть суверенны прежде всего как человек, не подпадать под какие-то схемы глобального управления человеком. А посмотрите на табак, да, вот, три компании всего у нас в России, которые полностью монополизировали рынок. Одна британская, одна американская, одна японская. Все деньги уходят только в эти три компании. Вот, на следующем слайде там приводятся цифры, следующий слайд включите, пожалуйста, приводятся цифры, 2 триллиона рублей в год курильщики платят в эти компании, а потом эти деньги идут куда? На войну с Россией. Вот, 1,3 триллиона в год только от тех, кто хочет навсегда отказаться от курения. Вот сейчас мы прорабатываем, как эти деньги развернуть назад, как, чтобы вот те деньги, денег нет. Да вот, ребята, 2 триллиона, давайте продумаем вот эту пирамиду МММ, вирусный какой-то проект, когда будем друг друга акетировать, значит, платные курсы сделаем, получать на этом, зарабатывать, но будем зарабатывать из западных компаний эти деньги разворачивать. Вот они, деньги-то лежат. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это управление, значит, наверху, значит, внизу толпа и знания наоборот. Толпа элитаризм. Вот сейчас он рушится. Пожалуйста, следующий слайд, сейчас быстренько пролистаем. Вот, собственно, прогресс в развитии концепции в западе, вот так, идем, 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 и придем. Пожалуйста, сейчас пролистаем просто следующий. Вот так, собственно, мы относимся к земному шару, как на этой картинке. Следующий слайд, пожалуйста. И вот земля-матушка, это же живая, как есть теория геи, когда, по сути, земля как живое существо, и вот живет с этим пистолетом технологическим нацеленным в ее лицо. Пожалуйста, следующий слайд. Вот пытались создать биосферу-2, как бы, что вот, мол, на земле жить уже невозможно, создадим такое замкнутое пространство для крутых людей, они будут жить там. Проверили, ничего не получается, не удается, как бы, Бога переиграть. Пожалуйста, следующий слайд. Главное, это воспроизводство населения и содержание своей территории. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вышел такой справочник, он, кстати, издан к Дню Чекиста, к 20 декабря 22 года. То есть, когда-то наша информация запрещалась, а в декабре 22 года вышел справочник по культурному взаимодействию. Его издательство Концептуал выпустило в печать. И вот следующий слайд, там, по-моему, вот, прямо вот такой символ там, и он прямо написано «Введение в специальность для чекистов и их коллег, для правоохранительных органов, а также для командного рядового состава, для вооруженных сил, депутатов и госслужащих». И вот символ СМЕРШа – это то, что сегодня вызревает уже в обществе. Спецслужбы тоже нужно просвещать, и вот этот справочник, по сути, дает минимум таких знаний. Он, правда, очень объемный, но есть, как бы, и аннотация к нему более короткая. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это семья. Важно, что это не ячейка, а это именно зернышко, из которого и произрастает государственность. Пожалуйста, следующий слайд. Всегда, чтобы рабовладение, это что? Это когда уничтожалось Институт Семьи. Я недавно записал ролик, ну, там задерживается Малышева Татьяна Алексеевна, это лучший специалист России по беременности, значит, родам, по вынашиванию детей. Ну, вот она считает, что вообще говоря, конечно, вот когда заложили вот эти идеи, ну, раньше рожали, в общем, как бы отдельно от дома только рабы когда-то, да, рабовладельцы, дети появлялись в той ауре, где они росли в перинатальный период. Вот особенность, конечно, русского духа, что мы никогда не будем счастливы, если видим, что где-то творится несправедливость. И вот эта общинность, она в крови у наших людей, и русский это тот, кто будет искать правду до конца в каждой конкретной ситуации, то, что делаете вы сегодня, проявляя свой русский характер. Русский, причем я это не считаю, национальность это большая беда, что мы, русский, это цивилизационный признак. Человек может быть западный, может восточный, может русский. А раньше какие? Национальность это совершенно другое, а это цивилизационная общность русский. А у нас был белоросы, малоросы, и, значит, вот уже, а потом вдруг великоросов заменили на русских. это умышленно, потому что терминология это инструмент управления. А нужно было назвать русичий, там еще как-то, но ни в коем случае не русский, потому что русский татарин, русский немец, русский еврей, правильно, абсолютно понятно, что это такое. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, я просто, наверное, все-таки завершу, может быть, мы лучше перейдем в режим как-то вопросов, то, что у меня там слайдов еще много, но главное, что здесь даже из Библии, вот, хотел последнее, что сказать, чтобы вы это поняли, суть Библии, вы даже со священнослужителями, когда будете говорить, они вам скажут, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, это не так. Вот вы должны знать после моей лекции, что в Библии сказано так дословно, и сказал Бог, не сделал вас, и сказал Бог, создадим человека по образу своему и по образу и по подобию нашему, а дальше, и создал Бог человека, по образу своему, образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, нет подобия. То вот смысл существования человечества, это формирование подобия, Бог не создал по подобию, Он создал по образу, а подобие или приобретается, или не приобретается, в этом и есть соль и смысл, как бы вот бытия человеческого, приобрести подобие божеское. И, конечно, будущее именно за этим мы обладаем такими колоссальными возможностями. Вот у меня, допустим, близкие мне люди живут просто без еды и без воды. Ну, кто в это поверит? И я вам говорю не для того, чтобы вас агитировать на это, а я говорю для того, чтобы раскрыть потенциал возможностей. Вот Протопопов Евгений Николаевич, генеральный директор нашего предприятия Дженеви, женская косметика, у меня программа с ним записана, он уже года 4 ничего не ест, вообще ничего не ест. Ну, может быть, пол огурчика в неделю и там стакан сока. И воду не пьет вообще. Только умывается постоянно, каждый день, причем специальной водой. А как же он выживает? Да в том-то и дело, что мы элементарных вещей не представляем о том, как же нас Бог сотворил. У нас же 4 канала восполнения энергии. Пищеварительный тракт, дыхательный. Мы что-то вдыхаем и что-то выдыхаем. А вдыхаем мы что? СО2, азот, кислород, H2O там, и все. Так наш организм способен из этого всего делать все, что нам необходимо. Третий канал – кожа. Кожа что-то впитывает, что-то выделяет. Дальше. Наши клетки. У нас 100 триллионов клеток. Они способны потреблять энергию эфира. И, значит, им не нужно. Как Адам и Ева жили в раю? А это же откуда отголоски? А вот так. Значит, достаточно было. Они научились солнечную энергию, принимают наши глаза. Идет это на гипофиз. Дается команда клеточкам, и клеточки сами питаются. Это не сказки. Вы в интернете наберите «Жизнь без еды». Книжка так и называется. «Жизнь без еды». И там все подробно расписано, как это все происходит. Но у нас в эту сторону даже и мыслей нет. Вот задуматься о том, а что же такое человек. Ну, я хочу завершить все-таки на такой хорошей ноте. Опять же, пушкинской, поскольку Пушкин – это мое, так сказать, кредо. Пушкин, кстати, о концептуальной власти, о том, о чем я говорю, цивилизованном управлении. Он понимал, что законодательная, исполнительная власть, они ничего не решают. Это уже как бы закончилось управление. Он говорит, «Недорого ценю я громкие права, от коих не одна, а кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободна ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стихняет Балагура». Все это, видите ли, слова, слова, слова. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, бог с ними, никому отчета не давать, лишь богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественной природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща сладостно в восторге, умиленье. Вот счастье, вот права». Вот такого счастья я желаю всем жителям Донбасса и вам прежде всего. Будьте счастливы по-пушкински. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ